Левая ручка работает, не кажется. Книги Ирине подносит и открывает мама. Для прикованной к постели 15-летней девочки чтение, как глоток свежего воздуха. Новая книга почти каждый день. Например, даже самому Муу, тут гений мне нравится. Ира обездвижена уже год. Тогда боли в спине врачи сочли за невралгию, начали лечить, после чего и отказали ноги. Позже выяснилось, что так на процедуры отреагировал рак спинного мозга. Это очень редкий случай. То есть ребенок, а опухоль взрослая. А сколько сантиметров? Была где-то 9. Удалить всю, конечно, не удалось, потому что она глубоко расположена. Удалили, но потом на таблетках у нас было 5, уменьшилось. Убивать опухоль дальше сложнее. Местный и бесплатный препарат организм девочки отвергает. Альтернатива – зарубежная химиотерапия. Но в крае ее нет. И семье предлагают покупать его за свой счет. В общей сложности 171 тысячи. Вот у меня договор там на руках есть. Это на один курс. Вот из-за чего и проблемы. То есть я с провизорами тут разговаривала. Потому что Москва там не говорит, что вам должны предоставить препарат в вашем регионе. И, ну, не знаю, здесь вопрос ставим, да, его не покупают. Не закупают, потому что он дорогостоящий. Пока женщина ждет ответа от Минздрава, время уходит. А дочери нужно пройти несколько химиотерапий подряд. И это минимум миллион рублей. Ну, лечусь и верю просто, что вылечусь. Верит и семья, потому что эффект от первых процедур уже есть. Девочка начинает чувствовать ноги. А значит, останавливать лечение нельзя. Родители Иры просят неравнодушных жителей помочь их дочери вернуться в обычную жизнь. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.